Музыка Музыка Весна, весна на улице, весенние деньки, Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая, весенняя Москва, Еще не запыленная зеленая листва. Музыка Ну вот, а веревка где? Опять веревки нет. Катя! Наташа! Катя! Наташа! Музыка Я и прямо, я и боку, с поворотом и спрископом, И с раздвига, и на месте, 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 И у меня ногами в месте. Я и прямо, я и боку, с поворотом и спрископом, И с раздвига, и на месте, и с раздвига, и на месте, И с раздвига, и на месте, и с раздвига, и на месте. Я и прямо, я и боку, с поворотом и спрископом, Музыка Что это за безобразие, в конце концов? Уже нельзя найти другое, более целесообразное занятие. Я должна сушить белье, чуть не на канате, А веревку у нее во дворе укатит. Я должна сушить белье, чуть не на шнурочке, А веревка у нее во дворе у дочки. Не найдется в нашем доме ни веревки, ни шнура, Потому что в нашем доме, как и дедащи сутра. Нет от нашего двора, честный год и мастера, Но запрыгалки в кармане, значит, самого утра, А сейчас самого утра, а тогда летят, и в новых даточках дыра, Вот, кладу, да, паски. Лида прыгать не умеет, Лида, Лида, ты малая, для веревочку пила, Лида прыгать не умеет, не достать из угла. А зато я уже крутить умею. Да что тот за шум такой? Лида прыгать не умеет, как слон должен быть. Ну да, Лида, настоящий слон, Своя, какая неудобная. А они даже танцуют, я сам цирки видел. А Машка! Когда я не умею прыгать, как слон лопаю, Надо мной во дворе все девочки смеются. Умный ты человек, Лидочка, А расстраиваешься по пустякам. Прыгать не умеешь, научишься. Не помню я в каком году, Но много лет назад Я выбегала с прыгалкой Весной в зеленый сад. Я выбегала с прыгалкой Весной в зеленый сад. Весной я прыгала в саду, Как скачут все ребята. Не помню я в каком году, Давным, давно, когда-то. Не помню я в каком году, Давным, давно, когда-то. Тогда была я девочкой, Была я молода, А кто из нас не прыгает В юные годы. Не помню я в каком году, Но много лет назад Я выбегала с прыгалкой Весной в зеленый сад. Ладно, показывай, 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 что у тебя не получат, Только скорее сходи. Действительно не получат. Потому что я неудлюжая. Неверно говоришь. А ты не ждешь, пока веревочка опустится. Понимаешь, ты не вовремя делаешь прыжок. Давай-ка еще раз, еще разочек. Только внимательно, сосредоточься. Ну вот уже лучше. Не огорчайся. Будем тренироваться? Все получится. Человек должен иметь терпение. Тебе прыгалки длины. Я тебе новые сплету по твоему роду. Кто меняет все подряд Самолет на самокат На ружье альбом для марок Две картинки на тетрадь Кто готов любой подарок В две минуты обменять? Коля, вали! Мой папа завтра вернется домой. Шесть часов мы за ним поедем в госпиталь. Я и мама. А мне что, папа привез? Настоящий сигнальный дым. Может, каще и пулемет? Правда, мама уже ее принесла и спрятала. Рик кричет вороны, меньше рик кричат вороны. Не веришь? Пойдем, если не веришь. На, смотри, если не веришь. Настоящий сигнальный дым. Трофейник. Тише ты, взрыв будешь. Это тебе не игрушка. Хочешь? Давай меняться на каску. Я тоже трофейный, немецкий, органик. Давай, только завтра, ладно? Завтра? Нет, до завтра опять не буду. У меня другие эту каску просили. Опять меняете? Как лайнский дырочок, да? Пусть отсюда! Понимаешь, мне его еще папа не подарил. Я на минутку взял, поносить в кармане. А вечером подарил? Ну да. Ну значит, она все равно уже твоя. Ты думаешь? Ну конечно. Ну ладно. Я по улице скачу, я веревочку верчу, я ведь прыгать не умею, я ведь прыгать не умею, я ведь прыгать не умею, научиться я хочу. Напекло мне голову, у меня мигрень, а ребята прыгают, а ребята прыгают, а ребята прыгают, а ребята прыгают, скачутся ульдин. Ох, от этой прыгалки нету больше сил. Я бы это прыганье, я бы это прыганье, я бы это прыганье просто запретил. Перестаньте вы, наконец! Пойди-ка сюда, Лида, Лидочка. Неужели нельзя найти какое-нибудь другое, более, так сказать, целесообразное занятие? Ну что это такое? С утра до ночи однообразное шарканье ног. Я уже просто места себе не нахожу, честное слово. Понятно тебе? Понятно. Я пока только крутить могу. Отбережать его не умею. Ничего тебе не понятно. Ну вот если бы я, например, целый день делал одно и то же. Например, с утра до вечера пел и всем бы мешал. Тебе бы это понравилось? Очень. У тебя какой голос? Первый или второй? Как это тебе объяснить, не понимаю. Видишь, Лида, дети, по-моему, должны получать какое-то всестороннее воспитание. Верно? Читать, рисовать, ну, я не знаю, слушать музыку. Они должны совершать какие-то полезные поступки. Слоны умеют прыгать. Да при чем тут слоны? Нет, Лидочка, ты просто какая-то отсталая девочка. Ничего я не отсталая. Бабушка сказала, что я выучусь прыгать. Человек должен иметь терпение. Лида, Лида, перестань сейчас же, у меня мигрень. Ну, есть ли у тебя сострадание, в конце концов? Сострадание? Нет, у меня этого нет. Может, это у бабушки есть? Пойду спрошу. Пойду спрошу. Зачем ей эти прыгалки, а она еще мала? Зачем ей эти прыгалки, а она еще мала? Вот вы мне такие. Я хорошо прыгаю, а тебе они не нужны. Нужны? Это мои прыгалки. Спать пора. Уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать. Только слон не хочет спать. Головой кивает слон, он слонихе шлет поклон. Головой качает слон, умный слон. Он слонихе шлет поклон, шлет поклон. Ах, ему так много лет. Двести. Двести лет он вам может дать совет. Он давно живет на свете. Он родился в старину. Ходят взрослые и дети за советами к слону. Бабушка. 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 А кто из вас моложе? Ты или слон? Слон, слон моложе. Ну, спильничка. А то я расчержусь. А может быть, ровесники со слоном? У прыгает слон, дэушники это вот что-то. Смех, дай Бог у каждому. У мgo besser. А присягаем, о businessesAr Bride�통.. Мам, ну когда же я буду уже спрыгать? А вот выспишься и выучишься. Надо быть хорошей девочкой. А как это быть хорошей девочкой? А как? Спать вовремя надо. Слушаться старших, всем помогать. Ну, спи, спи, а то я рассержусь. И бабушка умеет прыгать, и слон. Такие толстые ноги, а танцует. Одна няня углюжая. Он все знает. И как научиться прыгать, он тоже знает. Слушайте, вы дадите мне совет? Вы дадите мне совет. Вы дадите мне совет. Это я в фоопарк пришла? К слону? Скачет леса. Вот чудеса. Нам с тобой не по пути, веселее вдвоем идти. Пойдем со мной искать слона. Ну, тогда пойду одна. До свидания, великан, великан, великан. Я пойду искать слона. Я найти его должна. Ой, какой огромный кот. Дай мне лапу. Не дает. Помахай мне лапой. Меня не отца лапой. Введите меня к слону. Юра, что я тебе на голову надел? Рога я с оленем поменялся. А как же ты с рогами в школу пойдешь? Ничего, сейчас каникулы. А к папе? В шесть часов. К папе? Ну что ж, сейчас пойду отдам оленю обратно рога. Послушайте, знаете что? Я вам отдам эти рога. А вы мне дайте что-нибудь другое. Ну хоть горбы. И то лучше, чем рога. А то как я к папе пойду? Неужели нельзя найти какое-либо другое, более целесообразное занятие? Ты его не узнаешь? Это ведь наш сосед. Он всегда говорит. Это вы? Можно я к вам сразу напрячь? Это, конечно, сон. Ну где же срод? Его нет нигде. Ну, разу он. Упается. Не дадите мне совет. Покажите мне, как нужно прыгать. Я так пробовала. У меня так не получается. Я неуклюжая. Слон, пожар. Ну научите меня прыгать. А то девочки надо мной смеются. Для того, чтобы научиться прыгать, надо совершать. Надо совершать хорошие поступки. Надо совершать хорошие поступки. Хорошие поступки. Хорошие поступки. Понимаешь, Лидочка? Это ты, бабушка? А как это совершать хорошие поступки? Надо вставать. Давай, лентяй. Пустите. Я должна совершать поступки. Мне слон белел. Покажи язык. Надо температуру измерить. Не надо. Я здорова. У меня 36,6. Ты уже мне в прошлом году температуру измерила. А где мои новые прыгинки? Вот я сейчас совершу хороший поступок и научусь прыгать. Как я рад, товарищи, что прошла мигрей. Что гроза на улице, что дождливый день. Огороду нашему нужен дождь весной. И искачут девочки дождик проливной. Давай я тебе чего-нибудь помогу. Какое мне дело совершил? О, это правильно, это я одобряю. Только ты понимаешь, мне тут сейчас работать надо. Ты лучше пойди маме помоги. Я уже маме помогала. Она говорит, что ей без моей помощи даже легче. Ага. Ты что делаешь? Ты домик рисуешь? Лидочка, это не домик, это типовой дом. Таких домов по моему проекту построят 2000 штук. С расставленными. У меня тоже есть такой в сказке. Только у него еще на крыше нарисован петушок. Давай я тебе помогу. Лида. Нарисую петушка. Лидочка, ты мне завтра поможешь. А сейчас тут мне нужно обдумать. Нет, мне сегодня надо. Лидочка, не трогай, там ничего. Там у меня бумаги сложные, проектный расчет. Я только пыль сотру, чтобы чисто было. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А где ж твои горбы? Ты с Юрой поменялся, да? Какие горбы? Лида, помолчи, пожалуйста. Весна, весна, на улице весенние венки. Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая, весенняя Москва, Еще не запыленная, зеленая листва. Солчат гроти на дереве, Слемян грузовики. Весна, весна, на улице весенние венки. Шумная, веселая, весенняя Москва, Еще не запыленная, зеленая листва. Голдят гроти на дереве, Слемян грузовики. Весна, весна, на улице весенние венки. Шумная, веселая, весенняя Москва, Еще не запыленная, зеленая листва. Что это такое? Что такое? Что? Что это такое? Я их выстрела, а теперь уйду. Лидочка, дождик кончился. Пойди во двор, поиграй во что-нибудь. Попрыгай, в конце концов. Все собрали? Я тебе помогла, да? Помогла. А почему ты мне спасибо не говоришь? Спасибо. Ой, я тебе помогла! Значит, я уже совершила поступок. Нет, это не поступок. Это не считай. Матросская шапка, берегка в руке, Тяну я кораблик по быстрой реке, И скачут лягушки за мной по пятам, И провозят меня, прокати по пятам. Мамка, хочешь, дерни мне изо всех сил за косичку. Очень мне нужно. Ты не думай, я реветь не буду. Ну да, не будешь. Вот увидишь. Не плачет. Нет, это опять не поступок. Лидочка, ты Юру не видела? Видела, тут во дворе был. Плохие Юрины дела. Мама дыма не нашла. Как же ты смел взять без спросу коробочку? А что тут такого? Тебе же еще ничего не подарили, А ты уже обменял. Папа сказал, что этот дым можно пускать Только в открытой местности на даче. Ты понимаешь, что дым взорваться может? Не взорвется. Я ему в надежные руки отдам. Бесчувственный ты мальчик. Папин подарок обменял. Ну вот что, Юрий. Немедленно принеси коробочку и положи ее на место. Иначе ты со мной в госпиталь не пойдешь. Понятно? Ну что ты сердишься? Ну сейчас принесу. Через пять минут коробочка будет здесь. Отдай мне обратно сигнальный дым. Обратно? Бена, Бена, перемена нет. Обратно вови. Войди в мое положение. Мы должны ехать за папу, а я его подарок обменял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Тогда попасти как следует. Отдай мне, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ты разве так просит? Повторяй за мной. Борис Иванович Лаврусин. Борис Иванович Лаврусин. Отдайте грудному младенцу его коробочку. Отдайте грудному младенцу его коробочку. А теперь принесешь каску, получишь сигнальный дым. А каску уже тоже от меня, на рыбок. На рыбок? Жили в речке Караси, то теперь у них просит. А без каски дыма не получишь. Все. На тебе твоих рыбок. Отдай мне мою каску. Она мне очень нужна. Зачем мне это? Я не хотела меняться. Ты меня сам уговорил, а теперь обратно. Опять меняю здесь. Рыбку на каске, да? Понимаешь, там Борис ждет. А каска у тебя. Мы должны ехать за папой. Ой, он рыбок утопил. Ну что ты натворил? Им тесно в банке. Теперь я тебе каску не отдам. Нет ни каски, нет ни дыма. И проплыли рыбки мимо. Кто теперь поможет Сюре? Да им вернуть необходимо. Тебе это каска очень нужна, да? Ты ради в куклы играешь? Ты же ведь уже большая. Я в куклы не играю. Я только для них шлю. Отдай кашку, Сюр. А то его от папы попадет. Ему скоро идти за папой, а он ему подарок от меня. Ну и пусть попадет. Зачем он меня уговорил меняться? Теперь моих рыбок упустили, они погибнут в канарке. Тебе моих рыбок не жалко? Мне рыбок жалко, Юра. Отдай ему каску. Ты, Леда, мала мне еще советы давать. Ты бы лучше прыгать выучил, а то у тебя такие чудные прыгалки, а толку никакого. Знаешь что, давай меняться. Ну вот еще. Теперь ты будешь заниматься таким вредным делом. Ну не надо. Тогда давай так. Я тебе подарю мои прыгалки, а ты мне подари каску. Она мне очень нужна. Для куклы подарить я могу. Это другое дело. Бери, пожалуйста. Спасибо большое. А ты возьми прыгалки. Мне не жалко. И тебе спасибо. Юра, вот твоя каска! Подари ее Борису! Он тебе дым отдаст! Я являюсь, что сейчас этот дым закроет вас! Отойдите за черту! Вы же забыли на посту! Пойдем искать Бориса. Теперь каску у меня. Он мне дым отдан. А может, один-четыре? Пойдем. Раз! Раз! Раз половины! Ну где же они? Три! Кажется, подарок взорвался! Попадет мне теперь. Безобразие. Форменное безобразие. Мало того, что они прыгают, они еще пускают дым. Скоро они будут гранаты бросать. Ну что вы на них сердитесь? Ведь они же никому ничего плохого не сделают. Никому вы находитесь? Никому ничего плохого. Вы же видите. Мы забыли, что когда-то сами были маленькие. Ну иди же, иди. Никуда не пойду. Не пойду я за папой. Что я ему теперь скажу? Ну чего ты, маленький что ли? Я сама тогда пойду. Я с твоим папой поговорю. Ты... Почему мы сумеем? Мне в сон велел всем помогать. Ты откуда? Я с вами. А Юра где? А Юра дома. Зачем же ты за мной увязалась? Так надо. Куда же я теперь тебя делаю? Ну идем, если так надо. Сиди тихо, никуда не уходи. Нет, мне туда надо. Туда нельзя, подождешь меня здесь. Ты ведь хорошая девочка. Я скоро приду. Я пойду, а то там Юра плачет. Проснитесь на минутку. Это ваша книжка? Угу, моя. Ну спейте, спейте тогда. А может вам еще чем-нибудь помочь? Ты чья же такая? Лидия Андреевна Савельева, дом 5, квартира 3. А к кому ты пришла? К Юриному папе. А у вас есть сын? Есть. А как его зовут? Юра. Юра? Тогда знаете что? Знаю. Ты мне хочешь прочитать стихи. Дети всегда стихи взрослым читают. Начинай. Я умею про сверчка. Папа работал. Шуметь запрещал. Вдруг под диваном сверчок затрещал. Еще под диваном не вижу сверчка. А он как нарушен трещит с потолка. То близко сверчок, то далекий сверчок. То вдруг затрекочет, то снова молчок. Летает сверчок или ходит пешком. Это длинное. Я буду без выражения. Это можно. Везде мы искали, где только могли потери. Но сегодня под шкафом нашли. Нашли под диваном футляр от очков. Ой, что-то память у меня отшиблась. Как у бабушки. Нашли под диваном футляр от очков. Но никаких не поймали сверчков. Все. У всех Юры. А кто же из вас Юрин папа? Только тихо здесь. Не шуми, не прыгай. Я прыгать не умею. У меня и прыгалок нет. Я их отдала. Ничего, спите, спите. Я вас сейчас упутаю. Вот так. Подушку поправлю. Под подушку ничего нельзя прятать. Вы разве про бациллы не слышали? Какие бациллы? Да ты к кому пришла? К вам. Ко мне. Юра велел передать вам, он больше никогда не будет меняться. Мальчишки все такие. Да что ты болтаешь? Никакого Юры я не знаю. Значит, и вы не Юрин папа. Вот она. Она вам стихи сейчас прочитает. Я уже стихи читала. А Юрина у папы нигде нет. Лидочка. Лидочка. Тише вы. Сейчас нельзя шуметь. Лидия Андреевна Савельева, наша новая няня. Лидочка, а мы тебя ищем. Ну, здравствуй. Ты меня помнишь? Помню. А вы кто? А я Юрин папа. Настоящего Юры? Нашего? Да нашего настоящего. Вот он, Юрин папа. Правда? Тогда знаете что? Идем к Юре. Он в лифте на ремонте, потому что он менялся. Как менялся? Дым на каску, а каску на рыбки, а рыбки. А рыбки утонули. А дым? А дым взорвался. Теперь Юрке пропадать, что ли? Да что там у вас такое происходит? Я тебе сейчас все расскажу. Это значит, ты за Юру хлопотать пришла? Ну да, он больше никогда не будет меняться. Он велел передать вам лично. Дура! Ну как, Лидочка? Идут, уже идут. Ой, папа. Где же наконец мой сын? Идем, Лидочка. Юра, можно? Он просит передать вам, он больше никогда не будет взрываться, засменяться. Папа, я не бесчувствую, я не буду. Обещаешь? Это ты ей спасибо скажи, она тебя выручила. Я ручаюсь за Юру. О, да ты этот мой подарок нашел. Это мне? Ну, это мы еще разберемся. Теперь они поверятся. На, возьми твои прыгалки, они ведь тебе нужны. Ты мне их обратно подаришь, да? Вот, спасибо. Попробовать попрыгать? Только я еще ничего не совершила. Не понимаю. Не понимаю. Так, 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 вот теперь понятно. Я по улице скачу, я веревочку верчу. Двадцать раз без остановки, тридцать раз без остановки. Сорок раз без остановки прыгну, если захочу. Вот теперь как будто налаживается, то все чего-то не хватало. Я и прямо, я и прямо, я и боком, с поворотом и с прископком, и с разбегами на месте. Весна, весна, на улице весенние деньки Дрожит посуда в комнатах, трясутся потолки Необыкновенная какова Слышите, каковы? Ваша лето научилась и прыгать Я бегаю, все, брат Что это за безобразие, в конце концов? Штукатурка что-то сыплется Это Лиза научилась прыгать, слышите? Слышу, но очень счастлив Я бегаю, всем рассказываю Вот так! Как потолок трясет? Не говорите, не сон брожит Это я научила мою внучку прыгать Нет, это слон Ну вот видишь, ты добивалась и научилась Человек должен иметь терпение Да, насчет терпения я совершенно правый Была я тоже девочкой Была я молода И я когда-то прыгала В юные года Поверьте тебе, Лючка Безусловно прыгать надо Верно, Лючика, моя Тут не надо до упаду Прыгать целый день подряд Как она отлично скачет Что сказал, что я мала? Посмотрите вот, что значит Посмотрите вот, что значит Делать добрые дела Как она отлично скачет Кто сказал, что я мала? Посмотрите вот, что значит Посмотрите вот, что значит Делать добрые дела Субтитры создавал DimaTorzok Шумная весёлая 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 Субтитры создавал DimaTorzok